В эфире телевизионный обзор новостей в студии Любовь Маркелова. Здравствуйте! Как обычно, в конце недели мы рассказываем вам о самых интересных событиях, прошедших 7 дней. И более подробно мы остановимся на следующих темах. Лесных пожаров в этом году меньше, чем в прошлом летом. Окружные власти добавили людей и техники. Вот на заклон вертолёте, в месте 51 огнеборцы летают, лес тушит, пожары. В целом группа состоит примерно из шести человек. Они преодолевают десятки километров и живут в лесу от трёх до семи дней. Как маяки прожитых вверх и дорожные венки и памятники. Никто не против скорби, но всему своё время и место. Здесь вот как палка о двух концах. С одной стороны, всё сносить, всё убирать, ну, вроде как некрасиво по отношению к памяти у людей, которые разбились. С другой стороны, действительно, очень много таких похоронных памятничков, ну, памятных, да. Вроде тоже как-то теряется всякая эстетика вообще в плане страны, её восприятия. Криминализация всей страны и почему сегодня люди внутренне готовы применять оружие и даже убивать по ничтожному поводу. Нравственное понятие сегодня, как такое кустовое, у население, наверное, на мойке стало меньше. Если раньше была комсомольская, то несколько организаций там партийные. Около 50 лесных пожаров, площадь свыше полутора тысяч гектаров. Ежедневно на тушение огня в Югре вылетают сотни человек. Правда, в этом году и ситуация не критичная. Прошлым летом для сравнения было зарегистрировано около 200 очагов изгорания на десятках тысяч гектаров. Плюс к этому не хватало сил и средств на тушение. Нынешним летом власти учли все ошибки и подготовились основательно. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Теряев. Вот на таком вертолёте в лесу 71 огнеборцы летают, лес тушит, пожары. В целом группа состоит примерно из шести человек. Они преодолевают десятки километров и живут в лесу от трёх до семи дней. Группу огнеборцев забирают из села Покур, Нижневартовского района. Команда под руководством Виталия Витягина была организована совсем недавно. Но несмотря на это, братмейстеры хорошо знают своё дело. На их счету уже два потушенных лесных пожара. Бороться со стихией помогают самые разные средства. Но основные из них очень просты. Лопаты и топоры. РВУшкины. РВУшкины, если есть водоёмы, там, если даже есть водоёмы, копаем. В холодном болоте. И вот оттуда берём воду, заправляем рВУшки и контролируем мельково сюда всю. А надо, чтобы лопаты самих близких просто подключить пожар. Да. Это самое то, что необходимо для пожарников. Лопаты и топоры. И запилы. В лесу огнеборцы стараются расположить свой лагерь ближе к водоёму. Если его нет, ищут открытую местность. Припасов берут как можно больше, ведь неизвестно, насколько может затянуться работа. Мы рассчитываем, где на 15 недель мы сюда с собой продукты закупаем. Выдают нам тоже необходимые с собой продукты. Всё это выдают. Ну, в общем, всё у нас с собой необходимо есть. Лекарства, также медикаменты. Группу высаживают в юганском заповеднике. Сейчас здесь действуют два пожара. Всего в Хандамансийском округе зарегистрировано около 50 очагов возгорания. Специалисты говорят, ситуация лучше, чем в прошлом году. Лето 2012-го было одним из самых засушливых за последние десятилетия. Пожары возникали повсеместно. В Сургуте стоял смог. А некоторым селам и дачным кооперативам пришлось в буквальном смысле отбиваться от огня. Практически во всех муниципальных образованиях югрии тогда жаловались на нехватку людей и техники. Например, средств связи. В этом году власти решили основательно подготовиться. И сил на тушение выделили, так сказать, запасом. Людей и техники на сегодняшний день составляет 743 человека. Это которые задействованы в ликвидации пожаров. Четыре пожарных машины, пять бульдозеров. Работает 19 воздушных судов. На прошлой неделе в четырех муниципальных образованиях округа, в том числе и в Сургутском районе, был введен режим чрезвычайной ситуации. Он подразумевает запрет на разведение костров и пребывание в лесу. Наказывать за нарушение правил пожарной безопасности будут административным штрафом в двойном размере. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, учитывая вложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей. У нарастных лиц 50 тысяч, на юрлиц под 500 до 1 миллиона рублей. Специалисты уверяют, основная причина лесных пожаров – оклютный человеческий фактор. Это подтверждает и то, что большинство очагов возгорания далеки от населенных пунктов. Все пожары, которые сейчас возникают, это все пожары от гроз. Сухие грозы проходят. Сами видите, по воду стояла жарко вот эти предыдущие дни. Температура до 30, сухие грозы проходят. И через сутки, через двое, даже через 7 суток эти пожары возникают. Для населенных пунктов сегодня опасности нет. И, скорее всего, режим ЧС снимут уже на следующей неделе. Специалисты говорят, невозможно представлять, где и когда начнется очередной пожар. А вот обнаружить его поможет система космического мониторинга. Нынешним летом югра к тужению лесных пожаров в целом оказалось готово. Дмитрий Теряев, Андрей Гученко, Гамзат Макометов, Сергей Коликов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Пока одни спасатели тушат леса, другие следят за порядком в тех частях города, которые примыкают к зеленой зоне. Так, отдел надзорной деятельности инспектирует дачные кооперативы. И результаты проверок, к сожалению, неутешительны. Подробнее о них Дмитрий Подлесной. Дачный кооператив «Виктория». Вот самая короткая дорога до местного водоема, где в случае пожара спасателям придется пополнять свои водные запасы. Однако, если все-таки ЧП произойдет, пожарная машина здесь не пройдет, так как проезд завален строительным мусором. Хозяин участка «Шахим» говорит, что мусор за забор выкинул только вчера. А сегодня вечером уже все уберет. По его словам, пожарным он обычно всегда помогает и даже следит за тем, чтобы проезд не был заставлен автомобилями. Кооператив «Виктория» показательный с точки зрения нарушения правил противопожарной безопасности. Тут тебе и складирование мусора в неположенном месте, и крупногабаритные предметы посреди проездов. Что говорит даже возле участка члена правления кооператива покрышки от грузовика. Местные дачники ситуации недовольны, но их действия пока к положительному результату не привели. И в газету обращались, и в экологию обращались. Представители отдела надзорной деятельности к этому добавляют. Больше половины кооперативов не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. И пунктов нарушений действительно много. Не секрет, что большинство кооперативов построили еще в 80-е годы. И тогда о нормах, видимо, никто не заботился. Да и правила с тех пор уже несколько раз изменялись. А приводить в порядок дачную территорию люди не спешат. В этом году у нас проверено 10 сотово-городнических товарищей. В принципе, результаты практически везде у нас одинаковые. Имеются нарушения требований пожарной безопасности. В части, в основном, это обеспечение пожаротушением объектов, которые располагаются на территории этих кооперативов. Возбуждено все административные дела по выявленным нарушениям. В этом году дачных пожаров на треть меньше, чем в прошлом. Инспекторы Госпожнадзора считают, повлияла агитация и пропаганда правил безопасности. Хотя, возможно, и сами люди стали относиться к своему имуществу более ответственно. Впрочем, бытует и другое мнение. Возможно, это связано и с этим. Возможно, связано с различными мерами, принимаемыми к стабилизации обстановки с этими пожарами. Но в среднем количество пожаров, оно неизменно. На 100 тысяч населения приходится определенный процент пожара. Соответственно, в какой-то из годов происходит некоторый рост, какое-то снижение. Максимум, что может проверить специалист отдела надзорной деятельности, это общую территорию кооператива. На частный участок инспектор заходить право не имеет. А ведь статистика неумолима. 90% пожаров происходит либо в домиках, либо в банях. То есть, все зависит от нас самих. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Быть или не быть похоронной атрибутики вдоль российских дорог. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной Думе. Документ был внесен в парламент еще весной, но его обсуждение затянулось. Свернулись к нему народные избранники после очередной инициативы. И на этот раз от ЗАГС собраний Еврейской автономной области. Рамиль Нуриев подробнее. За 10 лет на дорогах России погибли около 400 тысяч человек. Каждый случай – это своя печальная история. А вот причины аварии с летальным исходом схожи. Основными причинами ДТП, как и в прошлые годы, это являются причины ДТП с тяжкими последствиями. И это является несоответствие скорости движения конкретным условиям, нарушение правил обгона. Только в Сургутском районе с начала года произошло более 100 ДТП с тяжкими последствиями. 25 человек погибли. Печальные свидетельства этому можно наблюдать повсеместно. Из года в год дороги обрастают различной похоронной атрибутикой. Венки надгробия кресты. Движение по трассе уже напоминает проезд по кладбищу. Я водитель, 38 лет стаж у меня. И я вот как по христианским обычаям, есть кладбище, где нужно предаваться скорби. Я не хочу как-то оскорбить, но скорбь там погибших. Но оно не украшает мне эту самую атрибутику. Я лично, чтобы такую атрибутику убрать, не должна она присутствовать на улице. Этого мнения придерживаются и некоторые депутаты Государственной Думы. Уже не первые месяцы не рассматривают законопроект, который запрещает размещение венков и памятников вдоль трассы на улицах городов. Документ вызвал ряд противоречивых мнений, в том числе и среди представителей церкви. Не совсем ясны и понятны пределы, так сказать, борьбы с похоронной символикой. Просто как обыватель могу сказать, что когда очень много памятных крестов, связанных с гибелью, может быть, тех или иных людей, когда родственники отмечают, когда много вроде как напрягает, понимаете, такой вот вид какой-то, как будто все время по кладбищу едешь. С другой стороны, это в хорошем смысле позволяет задуматься о том, с какой скоростью ты едешь, а кто у тебя сидит в машине. А вот исследователи паранормального твердо уверены, такому атрибуту не место вдоль дорог. По их мнению, любая мелочь, которая напоминает человеку о трагедии, может стоить ему жизни. Он недавно потерял человека, может быть, месяц назад, может быть, год назад, а может быть и 10 лет. И он все равно находится, хочешь ты этого, не хочешь, состояние потери. А когда он едет за рулем автомобиля и видит эту ситуацию, он начинает вспоминать и входит в тот момент, когда у него было это. И, соответственно, может быть, он отвлекается, это как-то переключает внимание уже не с обозначающих знаков на дороге, а в себя уходит. У законотворцев мнение более материальное. Так московский комсомолец цитирует пояснительную записку к законопроекту от представителей законодательного собрания Еврейской автономной области. Учислились случаи нарушения правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги, в том числе путем размещения и установки на них предметов похоронного назначения. Придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог превращаются в места скорби по трагически погибшим участникам дорожного движения. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения, есть вопросы к механизмам его реализации. Кто будет следить за его исполнением и что скрывается под указанными в нем понятиями? Кого и как в итоге будут штрафовать размещения похоронной атрибутики на местах аварий? Здесь вот как палка о двух концах. С одной стороны, все сносить, все убирать, ну, вроде как некрасиво по отношению к памяти людей, которые разбились. С другой стороны, действительно, очень много таких похоронных памятничков, ну, памятных, да, вроде тоже как-то теряется всякая эстетика вообще в плане страны, ее восприятия. В любом случае, эта проблема лишь следствие другой. Заметной тенденции к снижению смертности на российских дорогах пока не видно. И, быть может, на этом стоит акцентировать внимание законотворцам и водителям. Возможно, тогда венков и крестов на трассах и на улицах городов станет меньше. Рамиль Нурив, Вячеслав Шаркунов, специально для программы телевизионный обзор новостей. ДТП с погибшими прямо в центре Сургута. Труп мужчины на улице Нира и поджоги машин, которые стали распространенным методом выяснения отношений. Страшное ДТП в районе Кольца бизнес-центра произошло в воскресенье в половине седьмого утра. Автомобиль ВАЗ 12-й модели свернул с улицы Чехова на Ленина. Водитель потерял контроль над управлением машины и врезался в бордюр. После этого автомобиль несколько раз перевернулся вдоль разделительного ограждения. В результате аварии водители две его пассажирки вылетели из автомобиля на проезжую часть. Молодой человек скончался на месте. За жизнь одной из девушек врачи боролись около получаса, но безрезультатно. Вторую пассажирку в тяжелом состоянии доставили в травматологическую больницу. Как выяснилось позднее, автомобиль до столкновения пытались остановить сотрудники полиции. Однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Причину ДТП будут устанавливать следственные органы. Состояние водителя тоже мы не знаем. Личность не установлена. И также пассажиров документов не было. Документы были только на транспортные средства и полис страхования ОСАГО. Другие машины не пострадали. Был один в данный момент на участке дороги. Поэтому происшествие только с одной машиной. Поджог автомобиля становится одним из популярных методов мести среди сургутян. Только за этот год зафиксировано 19 фактов умышленной порчи машин. 5 дел уже направлены в суд. 2 сейчас находятся в производстве следователей. Как отмечают полицейские, за поджог машины по уголовному кодексу грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Однако суд, как правило, смягчает участь злоумышленников. Есть прецеденты, когда за порчу автомобилей стоимостью более миллиона рублей, подозреваемые получали условные сроки. Преступления это все как бы индивидуальные. То есть, как бы там такой серии по ним не прослеживается. Потому что, как бы, ну, в основном это как бы месть граждан. Там, ну, как бы у нас потерпевшие в основном это либо коммерсанты. В среду на улице Мира был обнаружен труп мужчины. Тело нашли прохожие возле дома номер 14-1. Сообщение об этом поступило в полицию около 9 часов утра. На место выехала оперативно-следственная группа. При осмотре рядом с телом были обнаружены следы крови, а на лице мужчины ссадины и кровопотеки. Личность погибшего, а также причины смерти сейчас устанавливаются. После осмотра места происшествия труп был направлен в Бюро судебно-медицинских исследований, где будет произведено исследование трупа. О причинах смерти будет выставлен диагноз. И по итогам диагноза будет дано окончательное заключение. А спустя два часа в дежурную часть ГИБДД поступил звонок из скорой помощи. Медики сообщили, что на 9-м километре Нефтьюганского шоссе стоит автомобиль. Водитель которого находится в критическом состоянии. На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. По словам очевидцев, вызвавши скорую, Рено, которым управлял мужчина, резко принял влево и столкнулся с разделительным ограждением. Врачи боролись за жизнь водителя около 40 минут, но безрезультатно. Видимых повреждений никаких у водителя нет. То есть, скорее всего, просто по состоянию здоровья произошло такое. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск «Народного патруля» в студии Натальи Андреева. В начале мы разберем с вами ситуацию, которая складывается на улице Маяковского. Административный проезд. Уже несколько месяцев запрещен въезд со стороны улицы 50 лет в ЛКСМ. Но водители продолжают нарушать это требование. По сути, в административном проезде организовано одностороннее движение с заездом со стороны улицы 30 лет Победы. Движение во встречном направлении – это нарушение правил дорожного движения. Водителям, пренебрегающим этой нормой закона, поразит наказание в виде штрафа до 5000 рублей. В отдельных случаях нарушителям могут лишить прав на полгода. В следующих видеосюжетах мы можем наблюдать с вами нарушение правил дорожного движения. А именно, нарушение пересечения стоп-линии, либо знака стоп, которые установлены перед светофорным объектом. Выезд за стоп-линию или знак стоп до сих пор является самым распространенным нарушением среди срубутян. По закону за это нарушение предусмотрен штраф 800 рублей. И такую же квитанцию выпущут для нарушения расположения на проезжей части. Кстати, с этого года появилась возможность видеофиксации такого нарушения. Присылайте свои видеозаписи. Будьте бдительны и внимательны. До встречи на следующей неделе. Сразу после короткой рекламы во второй части выпуска вы увидите. Криминализация всей страны. Почему сегодня люди внутренне готовы применять оружие и даже убивать по ничтожному поводу? Девушки по вызову штрафов не боятся, да и руководители этого бизнеса процветают, ведь он уже давно превратился в организованную систему. Как стать чемпионом Европы за два месяца? Рецепт необычайного успеха сургутских спортсменов. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Маяк «Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Верный курс в 107,9 FM. Верный курс в 107,9 FM. Не соблюдают, то от приезжих ждать такого не стоит. Они просто встроились в эту систему. По другим правилам у нас играть зачастую не получается. Последний случай в Москве. Нападение на оперативника уголовного розыска стал своего рода отправной точкой. Мер, которые запоздало пытаются предпринять власти. Но лучше поздно, чем никогда. В России впервые за последние годы заговорили о возвращении 90-х. Общее число преступлений, связанных с насилием, за десятилетия увеличилось в полтора раза. Такие данные представлены на сайте Росстата. С чем это связано, трудно сказать. Если взять по городу сроку, допустим, давайте возьмем введение новых торговых точек, когда у нас в выходные и праздничные дни население увеличится практически в два раза. А раз население за счет прежних увеличится, увеличится количество преступлений. Второй вопрос, наверное, правовая безграмотность населения на сегодняшний день, она гораздо больше, чем, допустим, была в 90-е годы. Сегодня люди, совершая преступления, уверенно заявляют, а я не знал, что нельзя. Между тем, по данным МВД России, только убийств. В год по стране происходит около 40 тысяч. В США относительно численности населения убийств регистрируется в два раза меньше. Россияне умирают в результате разбоев, грабежей, бытовых конфликтов. Их расстреливают на работе или на улице. Просто сейчас идет правовой беспредел. И есть несовершенство в нашем законодательстве. Вы знаете, раньше, наверное, и люди с девиантным поведением, они несколько по-другому относились к происходящему вообще в мире и в нашей стране. Сегодня же, ну как, ну все дозволено. Полицейский сегодня не может без предупредительного выстрела, верность, применить оружие против правонарушителя. Смертная казнь давно отменена. Полицейские стреляют в редких случаях, а суд еще неизвестно, какое решение примет. 90-е запомнились валом заказных убийств, но к рядовым гражданам эти преступления отношения не имели. Бандитские и чиновничьи, депутатские и бизнес-разборки, передел собственности и сфер влияния. А вот сегодня запросто могут убить в ходе конфликта между соседями, на дороге, за место парковки. Ценность человеческого здоровья и жизни вдруг снизилась. Когда же было больше преступлений? В лихие 90-е или сейчас? Мнение сургутян неоднозначное. Наверное, сейчас больше. Много больше приезжих. В основном, мне кажется, с Кавказа люди приезжают. Раньше было меньше. В наше время мы спокойно живем. Мы можем быть спокойными за наши детей. Единственное, что вот в последнюю неделю, да, немножко тут обострилось у нас положение в нашем городе. Мы надеемся, что это все как-то разрешится. На мой взгляд, 90-е. Ну, мне так кажется. Может, я сейчас не в курсе. Может, тогда была моложе и на это больше обращала внимание. Эксперты говорят, что 10-15 лет назад больше было наркоманов. А вот приезжих намного меньше. Закон уважали больше, представители власти тоже. Сегодня по-другому. Последний случай в Москве это подтверждает. Тогда на Матвеевском рынке при задержании насильника был проломлен череп. Полицейскому. Одна из возможных причин коррупция, когда вопросы можно решить, все продается и покупается. Что уж говорить про приезжих. В их странах это точно в порядке вещей. Вкупе с правовым нигилизмом и создается криминальный фон. Вот только некоторые события этого года в Сургуте. Январь. Предновогодняя ночь. Перестрелка у диван-сарая. Двое раненых. Убийство на улице разведчиков. Вооруженный разбой ограблен магазин «Надежда». Февраль. Убийство на улице Декабристов. Март. Около 30 случаев сбыта фальшивых купюр с января по март. В Нягоне застрелено заместитель главы администрации города. Апрель. В Сургуте и Ленторе изъято более 2,5 килограммов наркотиков. Предотвращение массовой драки на рынке «Дружба». Сотни задержанных. Один человек убит. Еще один получил ранение на проспекте Хомсомольский. Май. ОМОН остановил колонну автомобиля организации «БПАН». Сотни задержанных. Июнь. Арестован сотрудник полиции, торговавший наркотиками. Июль. Проверка рынка Аскания, перестрелка с двумя пострадавшими. Из травматического оружия обстрелян автомобиль «Приора». Стрельба из пневматического оружия на улице генерала Иванова. А в прошлом году в Сургуте даже были расстреляны чиновники администрации. Между тем, в Москве после событий на Матвеевском рынке, где избили полицейских, принято решение не только о закрытии этих торговых рядов, но и об увольнении шести бездействовавших сотрудников правоохранительных органов при нападении на оперативников МУРа. Уволен и начальник УМВД по району. Мало того, Следственный комитет уже завел два уголовных дела на бывших полицейских. Порядок в Министерстве внутренних дел наводить нужно, сказал на неделе президент России Владимир Путин. И какие головы при этом полетят, пока сказать трудно. Артем Высоцкий, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». А между тем, сразу 148 тюменских полицейских накануне написали письмо президенту России и министру МВД. Обращение есть на сайте ведомства. Сотрудники ГИБДД жалуются на поборы со стороны руководства. В месяц их подразделению нужно было сдавать начальству 600 тысяч рублей под угрозу увольнения. Сейчас они опасаются преследования со стороны руководителя областной полиции и ждут реакции министра и президента. Одной из причин подчинения тюменских полицейских нелепым приказам руководства или же странного поведения при избиении оперативника МУРа в Москве может быть не столько трусость, отметил на неделе президент Российской Федерации Владимир Путин, но и коррупция. Тем не менее, в письме сотрудников ГИБДД Тюмени мы видим страх полицейских за свою работу, жизнь и здоровье близких. Даже правомерно применить оружие они боятся, поскольку знают, что виноватыми в итоге могут оказаться именно они. Почему Россия стала страной, где нарушить закон не страшно, а вот защитить его дано не каждому. Во-первых, я как бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, это первое, сужу по тем, допустим, временам, когда работал с сужденными, сужу сегодня, да, их отношение к всему происходящему, это первое, преподаю в вузах города Сургута, в филиалах, уже провожу разницу между теми студентами, которые поступали 5-7-8 лет назад, да, и сегодня студенты, это, конечно, не будет земля. Они не хотят чтить законы, не хотят знать законы, потому что им сегодня легче так прожить. Вот судя по юридической практике, которая сегодня занимается, это тоже так, да, то есть человек приходит с каким-то вопросом в юридическом контроле, либо к адвокату, и задает вопрос не в том плане, что вот как мне по закону поступить, а приходит с вопросом, как мне наказать ответчика. Субтитры создавал DimaTorzok Надо больше привлекать пенсионеров органов внутренних дел к работе с молодыми сотрудниками. Надо воспитывать, сегодня же никто не воспитывает молодежь, молодых сотрудников никто не воспитывает, с ними надо работать, а руководителю самому у него, ну как сказать, забота, наверное, буша еще, да, надо, чтобы все в комплексе работали, руководители, начальники отдела, там, пенсионеры, ветераны и так далее, тогда, я думаю, будет польза какая-то. Большинство сотрудников, они работают, и работают единицы, и если вы имеете в виду, что идет сращивание между сотрудниками, крышевания, там, и рынков и так далее, да, может быть, где-то оно частично и есть, но опять же я повторю, что большинство сотрудников, честно говоря, они работают. Другой вопрос, что вот происходит реформирование, ну как бы прошло, реформирование органов внутренних дел, да, сейчас идет реформирование уголовной исполнительной системы, людей сокращают, а объем-то работы не сокращается. То есть участковый, он практически, если ему работать так, как необходимо, чтобы поддача была в полном, да, таком объеме, ему надо работать 25 часов в сутки. А почему раньше этого не было? То есть мы занимаемся только тогда, когда у нас что-то случится. То есть нужно планово проводить. Понимаете, всю эту работу, не так, что вот сегодня случилось, мы пошли там сделать, во, поймали тысячу человек, да, а где вы раньше были. Необходимо, наверное, перестраивать работу, исходя из сегодняшних реалий, и с пребывающими людьми. Вот сегодня в школе, в школу возьмем систему образования в Сургуте, да, ведь начали работать. Потому что дети иммигрантов, они приезжают, они порой не знают русского языка. С ними начали работать. Так давайте мы не только с детьми будем работать, мы будем с родителями. Легализация одной из древнейших профессий. Ассоциация девушек по вызову попыталась зарегистрироваться в Минюсте, однако в федеральном ведомстве им отказали. Тем временем жрица любви продолжает совершенствовать свое ремесло. Их деятельность становится все более технологичной и системной. Времена, когда желающие выискивали проституток на дороге, либо по объявлениям в газетах, прошли. Теперь узнать заветный номер мужчины могут на специальных сайтах. Так, на запрос в поисковике о проститутке в Сургуте предлагается более 270 тысяч интернет-ресурсов. Вот и полицейские сейчас отрабатывают в основном именно эти каналы. Один звонок, и оперативники выезжают на место. Для того, чтобы доказать вину жрицы любви, необходимо провести так называемую контрольную закупку. Олеся, а именно так зовут девушку, обещавшую страстные объятия и поцелуи в Сургуте недавно. Говорит, проституцией начала заниматься буквально на днях. Сетует. Очень нужны деньги. Ехала в Сургут, сняла квартиру за 20 тысяч рублей, разместила объявление в интернете, заработала денег и обратно домой в Челябинск. Оперативники говорят, что девушка врет, как и все остальные, которых они постоянно задерживают. Если проститутка доказывает, что своим делом занимается одна и по своему желанию, максимум, что ей грозит, это штраф 2000 рублей. Сумма небольшая. Это примерно полчаса ее работы. А виноват их много. Полицейским и журналистам девушки говорят, что работают индивидуально. Но на самом деле это крупный бизнес и очень прибыльный. В очередной квартире с проститутками мы нашли тревожные кнопки. На случай буйного клиента предусмотрена охрана. А еще в системе продажи интимных услуг есть сутенеры, перевозчики, диспетчеры. И, конечно же, кто-то должен всем управлять. Вырисовывается настоящая преступная группа. И по закону организаторы должны сесть в тюрьму на три года. Проблема в чем состоит? В настоящее время, в 2013-2012 году, в основном наказание суду, присмотрены штрафы. Добавлю штрафы эти всего по 20-30 тысяч рублей. И такая, по сути, безнаказанность руководителей поражает. То ли суд по неизвестным причинам к этому бизнесу лоялен, то ли доказательств полицейские предоставить не могут. А самих проституток такая ситуация только раскрепощает. Если раньше они хотя бы боялись того, что кто-то узнает об их истинных занятиях, то сейчас... В красках эта девушка видит мир еще и потому, что не местная. Практически все жрицы любви – приезжие. В этом году у нас зарегистрировано 8 фактов организации занятия проституцией. В основном это лица не местные, приезжие. Из других городов – это в основном Алтайский край, Башкирия. Полицейские уверены – искоренить проституцию невозможно. Оно и понятно, ведь не зря же это древнейшая профессия. Да и спрос на интим услуги высокий. Реальная задача на сегодня – уменьшить масштабы этого бизнеса и проследить за тем, чтобы в нем не работали несовершеннолетние. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Крупнейшее ограбление во Франции, нефть на тайских пляжах и качество здравоохранения в России. Мировые новости продолжат программу. По числу проблем сфера здравоохранения стоит в одном ряду с ЖКХ, дорогами и миграцией. 40% населения России недовольны работой врачей. Причем, чем дальше от Москвы, тем хуже качество оказываемых услуг и контроль за ними. Пример. В городе Реутове в Подмосковье в одной из больниц нет принтера и ксерокса для печатания справок. Остро не хватает кадров. Власти обещают решить проблемы. Открыть микрополиклиники и врачебные кабинеты даже в районах на полторы тысячи жителей и давать жилье специалистам. Но пока ситуация в российском травоохранении остается далеко не лучшей в мире. А в Нью-Йорке провели забастовку работники фастфуда. Обслуживающий персонал сетей быстрого питания «Макдональдс», «Бургер Кинг» и других потребовал повысить зарплату более чем в два раза. С 7 долларов 25 центов до 15 долларов в час. Именно эту сумму они называют прожиточным минимумом. Также работники хотят иметь право формировать профсоюзы. По данным Департамента труда Нью-Йорка, в мегаполисе сейчас насчитывается около 50 тысяч работников первой линии фастфуда, то есть тех, кто непосредственно обслуживает клиентов. В среднем им платят по 9 долларов в час. При этом большинство не подпадают от программы социального и медицинского обеспечения, поскольку являются временными рабочими. Крупнейшее ограбление Афганов, стоимость драгоценностей, украденных из отеля, оказалось в два раза больше, чем предполагалось. И составило 136 миллионов долларов. Вооруженный преступник маски ворвался на выставку миллионерных изделий, которая проходила в гостинице на набережной Круазет. Ограбление стало самым крупным похищением драгоценностей в современной истории Франции. В руках преступника в общей сложности оказались 72 украшения, включая камни, кольца, подвески и бриллиантовые серьги. Утечка нефти в Таиланде. На местном курортном острове Саме продолжается работой по сбору нефтяного пятна. Некогда белоснежные пляжи, популярные среди туристов, теперь покрыты слоем черного мазута. Вода тоже непригодна для купания. Всему виной утечка в танкере крупнейшей тайской нефтеперерабатывающей компании, которая произошла несколькими днями ранее. В воды Южно-Китайского моря попало около 50 тонн сырья. В результате образовалось пятно длиной 2,5 километра и шириной около 800 метров. Однако теперь многие отдыхающие покинули курорт, либо отменили бронирование. Что касается популярных среди российских туристов пляжей, включая город Паттайю, до них нефтяное пятно похоже не дошло. Стать чемпионом Европы за два месяца это удалось сургутянину Павлу Ивашко. 19-летний спортсмен покорил мировую общественность своим триумфом и удостоен звания быстрейшего юмора Старого Света. Угнаться за победителем пытался Дмитрий Подлесной. Чемпионат Европы среди юниоров. Финальный забег 400 метров. На старте восходящие звезды атлетики Томас Джорзьер из Франции и поляк Патрик Добик. Среди них и сургутянин Павел Ивашко, дебютант международного первенства. Для соперников Павел темная лошадка. И это сыграло свою роль. Ивашко уверенно пробежал круг, причем с новым юниорским рекордом России. А потом была еще и победа в эстафете 4 по 400 метров. На днях Павел Ивашко вернулся в Сургут. Осознать до конца, что он, чемпион Европы, еще не успел. Не мудрен он. Ведь Паше удалось буквально за два месяца выиграть соревнования, начиная с окружного уровня и заканчивая континентальным первенством. Поэтому новоявленного триумфатора в родном педуниверситете встретили по-королевски. Я все показал. Теперь знают, что я есть. Планы сейчас улучшать только свои результаты, не стоять на месте. Потому что сейчас, если так вот все пошло, надо, надо стремиться дальше. Итак, Паша, сегодня тренировочку проводим на развитие скоростной выносливости. Поэтому у нас сейчас будет разминочка с собой небольшая, Полтора километра пробегаешь, вообще развивающие упражнения делаешь все специально беговые. Тренер Ивашков, Владимир Власов, на каждой тренировке подробно рассказывает план упражнений. Дело в том, что Павел легкой атлетикой занимается всего два года и некоторых моментов еще не знает. Сейчас самая основная задача – это дать базу, хорошую базу, потому что два года – это маленькая база. А соревнований прошло очень много. Он же выиграл округ, он выиграл УРФО, федеральный округ он выиграл, он в сборном России выиграл, сейчас выиграл Европу, вы представляете, все это в течение двух месяцев. Эта нагрузка на организм колоссальная. Павел уже заканчивает выступать за юниоров. Момент этот как переходный возраст у подростка. Но эксперты уже предвещают сургутянину прекрасное будущее. Шутка ли? Вчерашний новичок за два месяца выполнил разряды от первого взрослого до мастера спорта международного класса. Дмитрий Подлесной, Андрей Клушенко специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Югра, возможно, примет очередной крупный турнир. Хантамансийск отправил заявку на зимние сурдолимпийские игры. Об этом и других новостях в обзоре спорта за неделю. Сборная России по волейболу продолжает свое победное счастье на летних сурдолимпийских играх. В составе нашей национальной команды четверть сургутян Максим Салмин, Александр Друздов, Павел Фадин и Владимир Шмыгин. Накануне россияне обыграли в четвертьфинальном поединке итальянцев со счетом 3-1. Теперь в полуфинале Россия встретится со сборной Ирана. А вот зимние сурдолимпийские игры 2015 года, возможно, пройдут в Хантамансийске. Заявку столицы Югры поддержал Международный спортивный комитет глухих на конгрессе, прошедшем в Болгарии. В программу игр войдет 5 видов спорта. Герлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и горнолыжный спорт. В руководстве Международного комитета надеются, что правительство России и округа поддержат материальный проект сурдолимпиады 2015 в Хантамансийске. Новым директором хоккейного клуба Югра назначен Эдуард Исаков. Ранее хоккеистами руководил Борис Новорусов. Однако при нем команда не попала в бою в континентальной хоккейной лиге, что вполне возможно и послужило причиной отстатки. Эдуард Исаков в спортивном сообществе более известен тем, что занимал порт директора окружного центра спорта инвалидов. Команда Югра пока находится на предсезонных сборах. Напомню, розыгрыш КХЛ стартует 4 сентября матчем московского «Динамо» и «Трактора». А хоккейный клуб Югра сыграет свой первый матч двумя днями позже. Дома против «Локомотива». Продолжается и предсезонная подготовка фарм-клуба Югры. Молодежь по плану сыграет в двух турнирах этим летом. В первой половине августа в Челебинской области, а уже 24-го в Ханты-Мансийске впервые стартует Кубок Мамонта. В соревнованиях примут участие команды «Октан» из Перми, «Воскресенский химик», «Юниор» из Кургана и команда «Челны». Победитель соревнований получит полмиллиона призовых. Продлится турнир до 28 августа. Соревнования на окрытой воде среди команд структурных подразделений компании «Сургутнефтегаз». Турнир проводили на реке Черной в районе поселка Солнечный. Первенство состоялось при поддержке туристского клуба «Северный ветер» и Совета молодежи предприятия. Дебютные соревнования собрали 20 команд. Личное первенство провели в дисциплинах «Байдарка-двойка», «Катамаран-двойка», «Катамаран-четверка». По его итогам определили 8 победителей, занявших призовые места. Чемпионов командам первенства определили по итогам общей эстафеты. На этом у меня все. Впереди еще прогноз погоды на ближайшие 7 дней. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого хорошего и до встречи. Мед, море меда, море меда и веселья. Всероссийский фестиваль меда. С 31 июля по 11 августа. Соргут, площадь перед ТРЦ Ситимол. Квартиры от застройщиков Турции. Телефон 69 99 88. Только до 10 августа. Полная распродажа в сети салонов «Китрой». Скидки от 50 до 70%. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35 82 82. Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы. Изделия с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, дробь 2. Телефон 21 00 11. Открылся новый свадебный салон «Кружева». Продажи свадебные, вечерние, выпускные платья от российских и зарубежных производителей. Свадебная обувь, аксессуары. Постоянное обновление ассортимента. В честь открытия при покупке платья подарочный сертификат на услуги салонов красоты в подарок. Салон «Кружева». Бульвар «Свобода-4». Напротив дворца «Торжеств». Ежедневно с 10 до 20 часов. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода «Ника». При покупке часов «Жемчужное ожерелье» в подарок. Магазин «Российское золото». Подрастаешь понемножку? Заходи к нам в капитошку. Здесь играют и поют. Дружно, весело живут. И ребенок каждый знает. Здесь в обиду не дадут. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше, только мясо. Монгольская тушенка. Только мясо. Натуральный продукт. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 5 по 11 августа. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет, на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных жалюзи «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Расположившийся в приубьи циклон в начале недели об условии дождевые тучи, довольно прохладный воздух. А уже во вторник под влиянием антициклона облака над обе рассеются и сразу станет теплее. Этот период затянется вплоть до пятницы, а в выходные под влиянием нового циклона пройдут грозовые дожди. В начале недели переменная облачность. В понедельник кратковременные дожди. В понедельник ночи температура 10-15 градусов выше нуля. Днем плюс 18-23. Во вторник ночи температура воздуха плюс 8-13. После полудня 20-25 градусов тепла. В середине недели существенные осадки маловероятны. В среду к утру на столбиках термометров плюс 9-14. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. В четверг ночная температура 10-15 градусов выше нуля. После полудня плюс 22-27 градусов. В пятницу переменная облачность без осадков, а в выходные пройдут грозовые дожди. В пятницу ночи на столбиках термометров плюс 12-17. Днем 23-28 градусов тепла. В выходные ночи 13-18 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Салаванда. Размер не имеет значения. До 15 августа обувь из лепли коллекции за полцены. Фабрика Комфорта оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменно высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебели в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика Комфорта» в торговом центре «Вега». Распект Ленина, 71, 2-й этаж. Телефон 950-850. Пусть в вашем доме будет всегда хорошая погода. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова